Можно бесконечно спорить на тему того, какие мышцы являются самыми главными и какие мышцы в первую очередь нуждаются в тренировках, но я глубоко убежден в том, что это именно поясничные мышцы. Когда я еще работал тренером, вот 9 человек из 10, которые приходили с какими-то болячками, это были болячки, связанные в первую очередь с позвоночником. Грыжи, протрузии, сколиозы и так далее. Позвоночник это наш каркас и его окружают поясничные мышцы, это как корсет, который его держит. Когда у нас поясничные мышцы атрофированы, что очень часто встречается в последнее время, сидячая работа, малоподвижный образ жизни и так далее. Любая нагрузка, которая ложится на спину, она сразу идет на позвоночник, потому что поясничные мышцы, они просто не могут ее держать, они атрофированы. И эта проблема решается довольно просто укреплением низа спины, то есть укреплением поясничных мышц. Когда вы укрепляете поясничные мышцы, вы просто значительно повышаете уровень своего здоровья, вы избавляетесь от основных болячек, и так далее не избавляетесь, а проводите профилактику вот этих вот современных болячек, которые встречаются у людей уже после 25-30 лет в современном мире. Поясничные мышцы могут тренироваться как в тренажерном зале, так и в домашних условиях. В тренажерном зале основным упражнением будет гиперэкстензия, а в домашних условиях одним из самых распространенных и эффективных упражнений является планка. Когда вы встаете в упор на локте и держите свое тело в статике, вы напрягаете практически все мышцы тела, и ваши мышцы поясницы выполняют статическую функцию. Это упражнение можно немного усложнить, поочередно поднимая ноги и выполняя движения вверх и вниз. Каждый подход в планке выполняется на максимум ваших возможностей. То есть, если вы либо на максимум по времени стоите в статике, держите планку, да, от 30 секунд, хотя бы секунд 25-30 нужно простоять за подход, либо, если вы двигаете ногами вверх и вниз, то двигаете настолько, сколько вы сможете, насколько вы физически развиты. Еще одним невероятно эффективным упражнением, которое максимально включает в работу поясничные мышцы и мышцы пресса, является выполнение упражнений со специальным роликом. То есть, вы вытягиваетесь за счет ролика и возвращаетесь в исходное положение. Для выполнения этого упражнения нужно иметь уже хотя бы какую-то физическую подготовку. Во-первых, перед ним нужно очень хорошо размяться. Если вы ранее его не выполняли, то начинайте с сокращенной амплитуды. То есть, мы выполняем, растягиваясь не полностью, а растягиваясь только частично. И когда вы уже повысите свои силовые навыки, можно выполнять его в полной амплитуде. Это очень сильное упражнение, но в каждое сильное упражнение оно также может быть травмоопасным. Если ваши мышцы спины атрофированы, то у вас нагрузка может лечь на позвоночник и вы можете травмироваться. Поэтому начинаем максимально размявшись, начинаем аккуратно и осторожно, без резких движений. Выполняя такие незамысловатые упражнения в домашних условиях, тренируя и поясничные мышцы, и мышцы пресса, и мышцы других более крупных групп, мы значительно повышаем уровень своего физического здоровья, гормональные выбросы, продляем себе жизнь и в целом лучше себя чувствуем и лучше выглядим. Другие упражнения на различные мышечные группы, как с использованием гантель, так и без них, в домашних условиях и в тренажерном зале, смотрите на моем сайте по ссылке в описании к видео. Под видео вы найдете ссылки, переходите, смотрите, тренируетесь и становитесь лучше. Я желаю вам всем здоровья, успехов в любых начинаниях, и в спорте, и в здоровье, и в душевном благополучии. С вами был Александр Добромиль, пока!